Здравствуйте! Как бы ни изменялась жизнь с её общественно-политическими формациями, человеку были всегда приятны две вещи – получать подарки и дарить подарки. И нужно сказать, что раньше дарить подарки было интереснее. И я в магазин, мы часто не знали, что сможем купить. Сплошно дефицитно хорошие вещи. Поэтому приходилось быть и весёлым, и находчивым. И радости, мне кажется, подарки проносили больше всего тогда, когда было далеко не всё. Ведь мы и предположить не могли, что для нас достали наши родители. Но сегодня, как говорится, подарки к подаркам. Сегодня Игорь отметит своими призами тех участников передачи, которых вы сочли лучшими. Напоминаем, что это традиция. Из месяца в месяц мы будем вручать подарки тем, за кого вы проголосуете по пейджеру 51-52-53, абонент 56-790. Звоните и участвуйте в раздаче подарков. На этот же пейджер 51-52-53 для абонента 56-790 вы можете заявить и своё участие. Быть может, и вы получите подарок. А теперь к воспоминаниям. Что, кому, когда дарили. О, подарки. Хорошая тема. Подарки – дело серьёзное. Я вообще больше люблю дарить подарки, чем получать. Обязательно цветы, духи, парфюмерия. Ещё что дарили женщинам – колечки, вазочки. Для меня самый лучший подарок – это книга. Книги, книги, книги. Мне больше нравится реакция человека на подарок. Здравствуйте, с праздником. Это вам. Что это? Думаю, подарок. От кого? К сожалению, не от меня. Пожалуйста. Шампанское. Это ваш размерчик. Мы в те времена были настолько неизбалованы, что по существу любая вещица, подаренная, она была в радость. Вот действительно, любая конфетка, она радует ведь только тогда, когда ты не ешь её каждый день, правильно? Да по семь раз в день. А вот если тебе в несколько дней достаётся одна конфета, ты ей страшно рад. И вот очень любили дарить поделки из дерева. Ну, это так здорово, это так красиво, это так легко, изящно. Вот такие великолепные вещи. Хлебница, хлебница. Она на все века хлебница. Она и останется хлебницей. Или вот совершенно дивная вещь. Во-первых, это связано с космонавтикой. Причём оно вот чёрное, золотом, там, этот спутник летящий. То есть это, конечно, это было всё. И, видимо, их было немного. Потому что я ни у кого не видела вот такой чудной вещи. Она есть только у меня. Из всей массы этих подарков, и самыми дорогими, откровенно говоря, для меня являются три подарка. Один подарок от бабушки. Это нательный крестик. Вот он, нательный крестик. Это подарок моей бабушке. Второй подарок. Это икона, скромненькая икона Иисуса Христа от моего отца. Которая, в общем, ему, видимо, помогла в самые тяжёлые годы, когда он находился в застенках. И третий подарок. Это подарок от моей мамы. Вот это вот двухкомнатная прекрасная квартира. И я надеюсь, что эта квартира, она дальше по наследству, как подарок, перейдёт моим внукам. Вот, так сказать, эти три подарка, которые весьма и весьма, так сказать, ну, мне дороги. Например, у меня подарок был на свадьбу. Мне подарили красивый сервиз. Сейчас я не видела таких. Вот считайте, с 55-го года вот у меня этот сервиз. Подарили моей же сослуживце. Где они его достали в те времена, я не знаю, потому что сервиз, ну, он мне очень нравится до сих пор. Там одна где-то чашка была разбита, остальное всё цел. На 12 персон. Из тех подарков, которые подарили мне, больше всего меня позабавил набор подарков на моё 19-летие. Люди совершенно разные и не сговариваясь, подарили мне в общей сложности 4 флакона одеколона и один дезодорант. И после этого я стал к себе подозрительно принюхиваться. Я же, как мне кажется, когда-то придумал самый универсальный подарок для всех тех, кто помнит социалистическое прошлое и отсутствие продуктов питания в магазинах. Самый лучший подарок – это колбаса. Когда всё есть, вот всё есть, это уже не то. Когда что такое были для нас духи, быть может, рубль 20 стоили, синенькая окантовочка сбили, на всю жизнь, запах этот на всю жизнь. Девушка, которая пахла интиментно. Какое название гениальное, быть может, обязательно может быть. Когда, что такое были духи клема уже во взрослом состоянии, которые как доставались, это были такие подарки. Это же боящие французские духи. Они такие дорогие. Пустяки. Много, конечно, дарили в жизни цветов, очень красивых, шикарных, всяких разных. Но что такое букет рододендронов, привезённый, цветов, которые вот такие, лепестки из них, невероятности, привезённые с юга однажды. Это было потрясение необыкновенное. Вот это? Без всяких. Спасибо. Ну, в основном, я говорю, парфюмерия и цветы обязательно. Тогда к этому делу насчёт цветов относились. Как-то так. Парфюмерия и парфюмерия и парфюмерия. Парфюмерия и парфюмерия. Парфюмерия и парфюмерия. И было заведено, оно шло всё время. Он у меня, посмотри, он сколько, сейчас ещё стоит. Тоже ж приходили всякие одеколоны хорошие, дорогие. Вон, это, с духи. Он у меня сейчас, он стоят уже, он 15-20 лет ему. Ну, мы обязательно шли в гости, шли. Это было. С собой пузырь. Каждый носил. Приходило. Шампанское. Если там к дамам или праздник общий такой. Вот тогда в гости шёл обязательно. Обязательно это западло считалось, что если бутылка вина и водочку, обязательно. Важно, конечно, что, но и даже как. Можно ей безделицу подарить. То есть, всегда, иногда даже помнится то, как ты подарил. Я помню часы, Рома, он купил там первые, на гудильник поставил, на ёлку повесил. И ровно 12 они сами запихали. Что такое, что такое? А это, говорит, подарок зовёт тебя. Да? Чё это? Нет? Ага. Только... В условиях, когда всё было в дефицит, и когда пускай всё будет, но чего-то не хватает. Это вот, как говорил Райкин, и тут чего не хватает. И нашёл даже ту же коробку птичьего молока, которая считалась, где взял. Я помню хорошо, что когда нас приглашали на день рождения, а у нас никогда не было никакого подхвата и никакого блата в магазинах. Вот. Поэтому мы дарили всё лучшее, что у нас есть в доме. Вот мы купим какой-то... У нас вещей никогда не оставалось в доме хороших. Потому что вот мы купили хорошую вещицу, нравится. На день рождения мы берём эту вещь и дарим. Мне бабушка подарила деньги на пальто, на модное пальто. Длинное пальто с погонами. Я взял эти деньги и купил вместе со своим приятелем в гуме усилитель стерео для ансамбля. Короче, по большой мощности, там что-то ватсто, это было круто. Ну, естественно, в доме были проблемы. Ну, зато я приобрёл то, что я хотел. Обязательными являлись подарки в виде вот только каникулы, вот только шампанское, шоколад. Такие подарки делались чаще всего людям, от которых что-то зависело. Например, если нужно было пройти без очереди к большому начальнику, секретарю, естественно, подобные презенты приносили. Или привозили, если у человека была возможность съездить за границу, то он привозил такие подарки, это считалось более престижным. И вот у такого дарящего было больше шансов пройти к большому начальнику. Что за дрянь вы курите? Между прочим, меня зовут Юрий Григорьевич. Я звоню. Извините, пожалуйста, я думала, что вы посетитель. Так у себя? Да, пожалуйста. Разрешите вам вручить сувенир из Швейцарии. Вот в этой ручке восемь цветов. Она весьма удобна для резолюции. Черный цвет отказать. Красный в бухгалтерии оплатить. Зеленый цвет надежды. Синий, товарищ такому-то, рассмотреть. Пожалуйста. Спасибо. Очень островно. Угадай, что я сейчас курю. Мальборо. Новый зам из барского плеча целый был кином. Заводит дружбу секретаршей. Ну, естественно, на дне рождения детей. Свадьбы. Потому что вот наша свадьба прошла с людьми, которые с нами работали. Так нам на день рождения дочери старшей подарили коляску. Большую такую красивую коляску. А сын у нас родился через год. И им пришлось давить вторую коляску. Ну, она уже была, правда, мы запросили такую соскрытую, летнюю, соскрытую. Да. С претензиями. Да, с претензиями. И, тем не менее, на самом-то деле, вот эти вещи, они очень сильно помогали в жизни. Потому что, я же говорю, жили многие достаточно скромные. И, в общем-то, учитывали то, что нужно, конечно. Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек. Сегодня на что? У Маши селезневое прибавление семейства. Да. Я тут ни при чем. А кто не родился? Да. Не знаю, не выяснял еще, мальчик или девочка. Спасибо большое. Спасибо, расписывайтесь. Люди не уезжайте, кто не давал? Вообще, была срекоментальная фраза, что лучший подарок – это книга. Ну, ответ на это сейчас такое, спасибо, книга у меня уже есть. А тогда люди совсем по-другому относились. Поздравляю тебя. Вот и книга. А это… Музыкой заниматься. Спасибо. Пожалуйста. Кто там? Галочка? Я думала, гостая-то Сережка. Галочка. И тонкий ход. Как приятно. Сережа, заходите. Галочка. Ну, вот Костя сам решил вернуться. Да, вот Костя. Поздравляю. Раньше книги были ценность. Просто даже показатель благосостояния. Чем больше ты накупил, у тебя стоит на полке книг. Это солидное вложение. Некоторые думают, что ты умный, а некоторые думают, что ты богатый. Ну, в общем, это было престижно. Я помню, мы студентами всегда бежали после второй пары из Института искусств в магазин книжный, который на Светландской, на Ленинской тогда. И мы один раз там огромные двери, мы их вынесли, просто сняли с петелью и они упали. Потому что всегда для собачью драку на открытие две-три книжки лежали на прилавке стоящие. Книжка, 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 книжка. Книги, они были недорогими, их было трудно купить, их доставали. Понимаете, это целая такая вот структура была, чтобы достать эту хорошую книжку, иметь какие-то связи и так далее, и так далее. Ну, вот книга-то был, конечно, самый дорогой подарок. Допустим, любой подарок поэтического сборника, поэтический сборник из серии, допустим, «Малая библиотека поэта» или «Большая библиотека поэта», это был роскошный подарок, потому что его было почти невозможно достать. Только через общество книголюбов по большому счастью, по большому блату. Иногда эти книжки, конечно, были стырены из библиотек. Ну, что делать? В библиотеках они не пользовались спросом, а в нашем кругу они пользовались. Это хорошо. Уникальные тогда и они уникальны для меня сейчас. Это трехтомник Маяковского, издание 1938 года, красный, потрясающе совершенно. Это синяя книжка в библиотеке поэта Анны Андреевны Ахматовой. Это было вот такое, это было такое, что просто, это были такие подарки. Ну, что сказать? Жуковский, 1901 года, издание. Вот это подарок, правильно? Вот это подарок. Были такие, конечно, почитать ее сложно, она с ятями, но зато вот это вот золотое тиснение, ты в руки берешь эту книгу и такое испытываешь, конечно, вот ощущение того, что у тебя в руках добрая книга. В подарки вещь без сомнения приятная. И понятно, что важен не подарок, а внимание, но когда подарок дорогой, то вдвойне становится приятно. Кто-то подарки делает своими руками, кто-то их покупает в магазине, ну, а кто-то предпочитает наличные. На моей памяти был случай, когда зять выкупил участок на кладбище и подарил его своей тёще. Вот вам мама, местечко с видом на море. Старушка до сих пор здравствует, дай бог ей здоровья. Существует много поводов и причин, по которым люди дарят друг другу подарки, оказывая тем самым особое внимание и уважение любимым, друзьям, родителям, реже тёщам и чего греха таить, также чиновникам и их секретаршам. Вот и наша программа дарит своим победителям подарки. Звоните нам, участвуйте в программе, и мы с большим удовольствием делаем это ещё и ещё. Уважаемый Борис Георгиевич, мы благодарим вас за участие в нашей передаче и рады за вас, что вы стали победителем конкурса этого месяца. Поздравляем вас и дарим вам этот подарок в телефон. Спасибо. Участвуйте, участвуйте в нашей передаче. Я вас благодарю, я буду участвовать, участвуйте, участвуйте. Дорогая Галина, мы благодарим вас за участие в нашей передаче, рады за вас, что вы стали победителем этого месяца. И хотим вам вручить вот этот подарок, телефон, и призываем вас ещё раз участвовать в нашей передаче и побеждать. Огромное спасибо, Игорь Михайлович. Огромное спасибо. Вы, во-первых, вернули меня в юность со своей передачей, потом, мне кажется, на голубом экране так мало таких добрых, таких славных передач. Тем более, что сделают такие замечательные люди. А вам огромное спасибо, что вы всё это сделали. Спасибо. И вам тоже спасибо. Удачи. И вам также. Закончился очередной выпуск телелетописи «Это было недавно», которую наговариваете вы сами, и выходящий по субботам и вторникам на 11-м канале «Восток ТВ». Звоните на пейджер, если вы готовы принять участие в нашей передаче. Особенно это касается тех, у кого есть вещественные доказательства их рассказов. И сообщайте нам, какой из рассказов понравился вам больше всего. Наш адрес 51-52-53 для абонента 5-6-7-9-0. Запомните, а ещё лучше запишите, чтобы он всегда был у вас под рукой. 51-52-53 для абонента 5-6-7-9-0. Хороших вам воспоминаний. Мы расстаёмся, чтоб встретиться вновь. Ведь остаётся на веки любовь. Кружится первый осенний листок. Кружится в памяти старый вальсок. Юности наши, юности наши вальсок. Юности наши, 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 ю